Год без режима контртеррористической операции. 12 месяцев назад в Чечне официально отменили режим КТО. Лидер республики Рамзан Кадыров объявил этот день государственным праздником. Власти Чечни называют отмену режима одним из главных достижений последнего десятилетия и даже победой над терроризмом. Что на самом деле принес безрежимный год Чечне и что изменилось за это время в республике в нашем сюжете. День мира. Именно так теперь называется праздник в Чеченской республике, посвящен отмене режима контртеррористической операции. Режим КТО, зона которого охватывала всю территорию республики, ввели в октябре 1999 года, сразу после начала Второй Чеченской войны. Тогда введение режима ознаменовалось скандалом. Правозащитные организации заявили, в республике идет война, а власти преподносят ее как спецоперацию. За 10 лет режима КТО в республике погибли десятки тысяч человек. Вы проявили политическую волю и дальновидность, приняв решение об отмене КТО. Все задачи, поставленные в начале КТО на территории республики, были успешно выполнены. И формальное действие режима мешало престижу России и негативно влияло на имидж Чеченской республики. По-видимому, российские власти не особо беспокоились об имидже Чеченской республики и о своем престиже. Через несколько дней режим контртеррористической операции вновь вернулся в Чечню. Правда, Кремль пояснил, режимы спецоперации будут проводиться ювелирно и точечно. Такими точками стали Шатоевский, Веденский, Шалинский и Тумкалинские районы, почти половина республики. А от ювелирных действий российских солдат вновь начали гибнуть мирные жители. К тому же в Москве многие политики и аналитики считали, режим КТО полностью отменять рано. Террористическая активность на Северном Кавказе, направленная против органов власти, против органов правопорядка, она существует. И поэтому ведь КТО... Другое дело, что методы, которые он проводит в КТО, эти методы не всегда оправданы. Рамзан Кадыров тогда выразил возмущение, однако это не спасло ситуацию. Постепенно под режим КТО попадали все новые районы республики. Единственное отличие, режим отменяли довольно быстро. Закончив спецоперацию в одном районе, федералы объявляли его свободным и принимали за другой. Ситуация в республике оставалась напряженной. Продолжались похищения людей, грабежи и убийства сотрудников силовых структур. Ополченцы давали понять, отмена КТО не означает победу над ними. Ну что там праздновать, я не понимаю. Ну год прошел, да, 31 апреля заканчивается год. Как будто такое успешное мероприятие, что и стоит праздновать. Если бы даже в Чечне после этого ничего не происходило, и праздновать нечего. Истребляют друг друга сами чеченцы. Нельзя отрицать, отмена КТО принесла Чечне и много положительного. Для жителей снято ограничение в свободе передвижения и получение информации. Республика впервые заинтересовались иностранные инвесторы. Им предоставили пусть пока зыбкую, но все же почву для бизнеса. А аэропорту Грозного придали статус международного. Однако аналитики говорят, за последний год мира в Чечне все же не стало больше. Республика остается неспокойной. Люди все так же умирают, все так же погибают, все так же проводятся эти спецоперации, вводятся точечные КТО. Поэтому, по сути, для чеченского народа, по большей части, ничего не изменилось. В самой же Чечне вовсю праздновали День мира. Во всех городах и других населенных пунктах республики были организованы концерты и массовые гуляния, со всей помпезностью, свойственной чеченскому лидеру. Аналитики считают, таким образом чеченские власти пытаются внушить населению, что войне пришел конец.